Губкой поводи. Вот молодец. Уже больше года Анне Гончаренко с работой по дому помогают лишь дети. Муж ушел на фронт после объявления мобилизации. Месяц раздумывал, прежде чем вызваться добровольцем. Жене задал лишь один вопрос. Ты меня будешь ждать? Конечно, хотела себя понять в первую очередь, а я, а семья, а дети. Но вошла и в его положение, потому что не отпустить, не поддержать было бы хуже. То есть набралось сил, набралось терпения, нервов. Ну и поехал он. Ждем, верим, молимся. Самое тяжелое время – первые три месяца. Просыпаться без него, ужинать без него, проводить время с детьми тоже в одиночку. Адаптироваться к такому режиму помогли жены других военнослужащих. Вместе они начали волонтерскую деятельность – создание косынок, окопных свечей, сухариков и супов быстрого приготовления. Вот борщ у нас идет со свеклой, суп лапша идет. Упаковый муж научил. Раз, два, три, четыре. Быстро со всем справляемся. Помогают и дети. Младший – Егор. Сейчас меньше капризничает. Понимает, что мама тоже устает. Сестра Есения теперь старается приглядывать за ним. Помимо этого, она прибирается в общей комнате и сама делает уроки. Без напоминаний. Он добрый, заботливый. Любит нас всех. Он вообще не умеет ругаться. Не ругается никогда. Возит нас куда-то. Всегда. Я очень люблю его. Часто пишу ему письма, рисую рисунки. И жду от него ответа. Созваниваться стараются каждый день. Но иногда весточки нет и по месяцу. В такие моменты отвлечься лучше всего помогают совместные игры. На 23 февраля семья хочет послать мужу и по совместительству отцу его портрет в военной форме. А для Анны и детей главным подарком станет простое сообщение от Владимира о том, что все в порядке. Жив, здоров. Нам пока не до праздников. Папу поздравим, а уже праздник. Дай Бог, чтобы связь была. Дозвониться и хотя бы словесно его поздравить. А там уже приедет и уже поздравим лично. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.